Девушки отдыхают Купил новый телефон? Купил. Современный. Кнопочный. Кстати, сим-карту в подарок дали бесплатно. Значит, у тебя теперь новый номер? А, ну, получается новый, да. Ух ты. А ты его уже кому-нибудь давал? Ну, кому? Полчаса назад только оформил всё. Нет, правда, дочке уже сообщил. Да, дочке сообщил. Ну, как она там? Скучает? Скучает. Ну, кстати, обещала позвонить сегодня. Ой, хорошо. О, наверное, она. На громкую связь включи. Так. Алло? Доча? Добрый день. Здрасте. Вам удобно сейчас говорить? Нет, нет. Вы знаете, нам дочка должна позвонить. Поэтому извините. До свидания. Я представитель медицинского центра. Компания по оказанию лечебно-косметических услуг. Мы готовы совершенно бесплатно нарастить вам волосы. Простите. Куда нарастить? Мы готовы нарастить волосы куда угодно. Наращивание происходит путём пересадки собственных луковиц из более засеянных мест в места, где посадки волос вам необходимы. Нет, нет, спасибо. Нам ничего не надо сеять. Спасибо. Ну почему? Это же бесплатно. Понадобится только ваш паспорт и подпись. Нет, нет, спасибо. Не нужно. До свидания. До свидания. А волосы предлагали пересадить. Ну это я поняла. О, так. Алло? Доча? Дискотека восьмидесятых. Бесплатные билеты на супершоу. Вы платите только за доставку. Осталось всего пятнадцать билетов. Томас Андерс, Пупо, Сиси Кейдж, Аталан, Бонни Эм, Аркадий Укупы. О, Укупник. Да ты с ума сошел. Какой тебе Укупник? Нам не нужно. Алло? Доча? Добрый день. Здрасте. Горводоканал. Диспетчерская. Счетчики на воду установили? Да, установили. А меняли их давно? Вот буквально месяц назад поменяли. Согласно постановлению о контроле воды, счетчики необходимо менять раз в неделю. Готовы приехать и установить их уже этой ночью? Нет, нет, спасибо. Нам не нужно ночью. Нет, нет, спасибо. Сегодня пенсионерам скидка. Нет, нет, спасибо. Не нужно. До свидания. До свидания. Полтора процента. Да что ж такое. Откуда они наш новый номер-то узнали? Ну, вообще-то не наш, а твой. Да, надо же. Ты уверен, что эта сим-карта новая? Уж сам засомневался. Да. Дай-ка я сама поговорю. Ага. Алло? Доча? Алло? Нет, это не она. А кто? Я предлагаю свежевыротый картофель в мешках. Мешки большие. Отдам недорого. Если возьмете 15 тонн, сделаю небольшую скидку. Да нет, спасибо большое. Нам столько не съесть. Ну, возьмите хотя бы мешок. Спасибо большое. Нам не нужно. Да что же это такое? Ты точно в салоне новый номер покупал? Ну да, мне его в подарок. Спасибо большое. Нам не нужно. Безобразие. Да беспредел какой-то на новый номер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Опять СМС. Ну, читай. Так. Дорогие мамуля и папуля. Вот. К сожалению, дозвониться сегодня не смогла. Позвоню завтра. Спокойной ночи, доча. не дозвонилась. Что значит не дозвонилась? Не смогла. Ну, ничего. Может быть, завтра получится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Ваша честь. Приветствую, коллега. У вас тоже перерыв? Как видите. Слышали, что про нас народ сочиняет? Что? АПЛОДИСМЕНТЫ Я сейчас расскажу. Идет судебный процесс. Судья спрашивает обвиняемого. Вот у вас была зарплата 50 тысяч рублей, а вы построили дом на 10 миллионов. Как вы это объясните? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ваша честь, дайте время подумать. А что судья говорит? Семь лет, хватит. Или вот еще один, на мой взгляд, и более смешной анекдот. Идет бракоразводный процесс. Судья пытается примирить супругов. Муж ни в какую. Говорит, я с ней жить не буду. Она постоянно в спальню приводит козу. Вонь стоит неимоверная. Судья говорит, а может быть, вам просто-напросто открыть окно? А муж отвечает, да, и чтобы выпустить всех моих голубей. Да, смешно. Что вы такой серьезный? Да дело сегодня одно разбирал. Представляете, бабка украла мешок картошки. Ну? Сахара 5 килограмм. Хлеба батон. Ну и что вы сделали? Ну что, указал ее, дал ей 3 года строгого режима. Ну, пусть посидит, подумает, как воровать-то. Ну да. А у вас что? Да у меня пустяшный вопрос. Одна барышня из министерства миллиард сперла. Ну и как вы ее? Ну, я решил по всей строгости закона дать ей 2 месяца домашнего ареста и штраф 5000 рублей. Пускай дома посидит и помучается. Вот. Все правильно, все верно. И все-таки чего вы такой серьезный? Да бабка эта у меня из головы не выходит. Мешок картошки, сахара 5 килограмм, хлеба батон. А я и 3 года строгого режима. Надо было 5 лет дать. Дело сложное разбирал, много чиновник один украл. Но от расплаты не уйдет и за решетку попадет. Его доказана вина, и он получит свое сполна. И наказали его мы, дали 5 минут тюрьмы. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Мы с ним работники ЖКХ, вам начисляем не без греха. Плату за воду и за свет, и не поспоришь с этим, нет. Вот вам квитанция опять, гражданам это надо знать. Скоро добавим графу одну, плату за солнце и луну. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Кормим летом и зимой всех россиян свежей колбасой. Пищей полезной круглый год, любим почивать народ. Чтоб колбаса была вкусней, много добавок разных в ней. Мы, как всегда, смогли забыть, мясо в колбаску положить. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Славная наша ГИБДД остановила БМВ. Он ведь нарушил все, что мог, и две сплошные пересек. Надо виновника наказать, за нарушения оштрафовать. Этого сделать никто не смог, ведь он начальника сынок. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Нефть добываем из-под земли, много ее накачать смогли. Делаем топливо из нее и за границу продаем. Но дорожает в стране бензин, как же машину заправить им? Будем народу говорить, что нужно больше пешком ходить. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Верим, настанут времена, без воровства заживет страна. Каждый укравший произнесет, я виноват, прости, народ. Мы вам не раз еще споем, острые темы всегда найдем. Нужно достойно и честно жить, чтобы потом не говорить. Что мы наделали, что мы наделали, что мы наделали. Что мы наделали, что мы наделали. Так, паспортный контроль. Документы, пожалуйста. Пожалуйста. Куда летим? В отпуск. Отдыхать. Куда конкретно? За границу. Ну, а в какую страну? Ну, туда, где тепло. Ясно. Так, а это ваш паспорт? Конечно, мой. Да, но здесь брюнетка, а вы блондинка. Да, была брюнетка, потом рыженькая, а сейчас вот говорят, лысые в моде. Да, это не мое. Милочка, на фото глаза карии, а у вас голубые. Да, это линзы. А в багаже у меня, кстати, еще зеленые лежат, фиолетовые и зрачок вампира. Ясно. Так, на фото нос с горбинкой, а у вас прямой. Надоела она мне. Кто? Горбинка. Еще в прошлом году убрала. Ну, хорошо, а губы? Что губы? Ну, на фото губы пухлые, а у вас нет. Нет. Ну, так была мода, были пухлые, мода прошла и припухлась тоже. А уши? Что уши? Ну, уши-то на фото торчат, а у вас нет. Сами расправились, когда подтяжку лица делала. Так, а ямочка на подбородке куда делась? Убралась вместе с ушами. Ну, хорошо, последний вопрос. А усы? Да вы что, издеваетесь? Какие еще усы? Ну, вот, на фото. А ну. Боже мой. В чем дело? Какой кошмар. Ну, что вы. Ладно вам. Ужас. Не расстраивайтесь вы так. Ну, сейчас мы в сто раз лучше, чем на фото. Это паспорт мужа. Так, и где муж? Только что через вас с моим паспортом прошу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.